В Котласе коронавируса не зарегистрировано, но подозрения на него были, правда, не подтвердились. Житель Вычигодского, который заставил всех понервничать, прошел курс лечения от другого заболевания и уже выписан домой. Еще один мужчина сам изолировался от общества. Приезжий был с Италии, отдыхали они в Италии. Супруга была направлена на карантин в Москве на 14 суток. А он с ребенком, автомобильным транспортом, направлялся в Котлас. Не на карантин, так скажем, а в домашних условиях. Он находился на 14 суток, был направлен к постановлению главного государственного санитарного врача по Архангельской области. Сейчас власти города находятся в ожидании дальнейших инструкций от правительства области. Скорее всего, в ближайшее время у нас тоже будет введен режим повышенной готовности. Ведь в Архангельской области появился первый пациент, у которого диагностирован коронавирус. Им стала Архангела Городка, вернувшаяся из Италии. Сейчас женщина находится в больнице. Ее состояние удовлетворительное. Кстати, региональные СМИ сообщают, что контакты заболевшей с окружающими людьми после возвращения были минимизированы, так как она находилась на самоизоляции. Вводится режим повышенной готовности и ограничений для закрытых площадок не более 50 человек и для открытых площадок не более 100 человек. Лечить заболевшим коронавирусом в Котласе готовы, доложил сегодня на комиссии по охране здоровья главный врач КЦГБ Дмитрий Богданов. Средствами защиты мы обеспечены, я считаю, удовлетворительно. У нас несколько сот тысяч масок есть в наличии, есть очки, есть халата одноразовая, перчатками мы обеспечены удовлетворительно, есть дезинфектанты. Сейчас мы пытаемся закупать специальные нетканные изолирующие комбинезоны, то есть тоже средства защиты. Вот отработаны алгоритмы, как именно будут службы работать, которые имеют в силу функции своей первый контакт с пациентом на любом этапе, то есть этап скорой помощи, поликлиника, какие-то осмотры на дому, приемное отделение. И определено, как эти пациенты, если они появятся, как они будут транспортироваться, кто будет им оказывать помощь, ресурсов, скажем так, кадровых. И ресурсов именно материальных сейчас для того, чтобы медицинскую помощь оказывать, у нас достаточно. Оборудование для диагностики коронавируса и специалисты, которые могут работать на нем в поликлинике, есть. А вот реагентов, необходимых для проведения исследования, нет. Биоматериал на анализ, если придется, будут отправлять в Архангельск. Правда, как показала практика, с этим могут возникнуть сложности. В сети РЖД уже сточились правила транспортировки. И сейчас для того, чтобы биологический материал отправлять, допустим, регулярными рейсами РЖД, есть определенные препятствия технические. Это очень сложно, потому что надо покупать купе, надо сопровождающего отправлять и так далее. Но, вероятно, если для этого будет необходимость, мы, может быть, пойдем на это, либо будем еще каким-то образом решать, потому что, если нам придется свой собственный транспорт с высокой кратностью направлять в Архангельск, это тоже организационно сложно. А вот делать тесты на коронавирус без симптомов и веских на то оснований в Котласе не будут. Обращаются граждане, которых направляют к врачу работодатели, из тех, кто вернулся недавно из турпоездки, неважно откуда, и предлагают всем подряд брать больничный и уходить на карантин. Мы таким гражданам отказываем, потому что оснований правовых для того, чтобы выдавать им больничный, нет. Только если гражданин вернулся из эпидемиологически неблагополучной зоны, из Южной Кореи, из Китая, из Рана, из Италии. Уже завтра представители разных структур соберутся на комиссию по чрезвычайным ситуациям, где в очередной раз скоординируют свои действия по коронавирусу. Продолжение следует...